Вот просто посреди поля, ну вот этой горы, да, где было кладбище, вот такое вот есть, как подвальное помещение или что, остатки чего-то, возможно склеп какой-то. Ребят, всем привет, сегодня я вместе вот с сыной, помните ее по ролику, в 412 батарее, вот мы вместе собрались и поехали в Севериновку, и сейчас по пути вот остановились в село Мариновка, вот такой тут интересный памятник самолету. Да, есть там могила 21 погибшему в войну, которую нашли в 2015-16 годах, останки эти нашли, да, и много жителей погибших в годы войны. Все, едем дальше, едем дальше, в Севериновку. Севериновка, село в Ивановском районе Одесской области, находится в 55 километрах от Одессы, было основано в конце 18 века графом Северином Потоцким и получило собственно его имя. Оно стоит на древнем Батском тракте, который раньше являлся основным путем из Одессы в Киев. Широкую известность Севериновка получила как место действия повести Александра Казачинского «Зеленый фургон», где она описывается как пыльное торговое местечко с домами из желтого известняка и глины, с базарной площадью, с разрушенной экономией графа Потоцкого, церковью, киркой и синагогой. В 1959, а позже в 1982 году, в селе снимали фильмы по мотивам этой повести. А это что? А то, а то и есть Севериновка! Всем привет, ребятки! Сегодня мы приехали в Севериновку. В советские годы это был колхоз имени Ленина. И с тех пор сохранились при въезде в Севериновку такие бетонные скульптуры колхозника и колхозницы. Они были установлены здесь в 50-е годы 20-го века. Вот здесь когда-то была надпись «Колхоз Ленина» имени Ленина. Вот такое. Ничего не осталось. Обилие. Одна из нескольких заброшек Севериновки. Да, это старая скачка. Вот сзади одна из заброшек села Севериновка. Что это было? Непонятно. Постанется интересным. Это, наверное, какое-то церковное сооружение было. Сто пудово. Что это было? это наверно да это греко-католический костел тоже от него стада вот с этой стороны я видел фотки его фоткали вот это башню этого перестроили просто так и собственно ребятки за моей спиной греко-католический костел святого северина который был сооружён на средства северина потоцкого в 1800 году советские годы он был переоборудован под склад и вот сейчас это просто такие развалины уже ребятки погода ну дождь сегодня вроде не обещают поэтому но ветер поднимается такой интересный нешуточный и вот смотрите там вот какие-то развалины я вижу есть какие-то заброшки вот мы пойдем сейчас если вам видно сейчас попробуем туда пойти как только как это может там есть дорога но это вообще жесть такое здание вот ребятки мы идем туда той заброшки прямо вот посреди поля вот смотрите есть такое вот тут вот какое-то сооружение какой-то фундамент или что это внутри какая-то яма как вот а впереди смотрите кресты казацкий и тут тоже тоже остатки вот возможно вот это склеп этого северина потоцкого может где-то стоит он тут был похоронен где-то еще одна такая живу это вот остался стоять один как это одна сторона у него отвалилась уже кому ничего прочитать невозможно единственный крест который еще стоит правда одной стороны уже нет остальные все лежат или просто как камни валяются да ну понятно что вот это вот тоже вот это все это могилы были ну и есть могилы вот все это старинное греко-католическое кладбище поговаривают что кресты были повалены специально местными жителями в первой половине двадцатого века чтобы скрыть и таким образом сохранить их от новой власти другие же скрывали при помощи стогов сена вот там что-то интересное вижу там еще он кресты вон там тоже там какие-то кресты другие и там заброшенное похоже на на усадьбу северина потоцкого ну да хотя ну некоторые утверждают что ее саму усадьбу разрушили после революции и на том месте построили другое здание уже другие утверждают что именно это здание есть короче да идем куда сюда да яма какая-то вот просто посреди поля ну вот этой горы да где было кладбище вот такое вот есть как подвальное помещение или что остатки чего-то возможно склеп какой-то то что вы сейчас увидели остатки старинного склепа в котором обрушилась часть свода благодаря чему его теперь можно увидеть в образовавшемся провале в письменных источниках упоминается что северин потоцкий под конец жизни приехал в основанное им селение и прах его покоится именно там местные жители говорят что над могилой потоцкого была небольшая часовня в которой постоянно горела свеча возможно это и есть место захоронения северина потоцкого вот эти вот вот еще такие есть вот на нем даже что-то видно надпись какая-то но непонятно гэй гэм гэм гэмэ да ну вот пойдемте посмотрим там дальше там что-то я когда сказал тогда что единственный который остался стоять был не прав тут вот еще есть и вот тут вот могила трагически погиб ветеринарный врач Луговенко Иван Иванович в 1925 году погиб а рожден был в 1993 году то есть ему было 32 года Ивану Ивановичу Луговенко было 32 года Иван Иванович Да, вот это интересная вообще какая-то такая ну 1925 год могила значит возможно тоже тех времен нет блин тут скользко аккуратнее сейчас не скользят? вот такое хочу туда смотрите ребятки аккуратнее тут можно подскользнуться а вот ребятки собственно возможно и есть имение Северинопотоцкого такое немаленькое как обычно мы сначала смотрим в окна видно заброшено уже давно деревья большие растут деревья большие растут похоже это наименее? похоже да да вот ребятки имение Северинопотоцкого вот тут но внутри камни без клеймов без клеймов клейм без клейм клави без клеймов тут вообще все очень сильно все заброшено они маленькая ох ты колодец вот это интересно ух да настоящий колодец прикольно инна говорит домик большой говорят что это один из двух лечебных корпусов который был сооружен во второй половине 19 века на месте усадьбы потоцкого хотя существует и мнение что это и есть та самая усадьба которую просто перестроили в больницу в советские годы она выполняла роль туберкулезного диспансера а потом ее забросили за ненадобностью в годы перестройки в то время севериновка уже перестала быть селом на стратегически важном торговом пути и численность населения в селе стала уменьшаться мне кажется похоже наименее потоцкого и колодец такой интересный старый явно 19 века ну вот видно северину вот там наша машина стоит вообще людей что то вообще тут еще кошки вот есть плитка не плитка это черепица какая-то старинная вот у нас и проходы комнатки где где а это еще одна больница еще один там колодец как будто я думаю залезть сюда поснимать может вот тут там печи старые вот эти вот ребята вот пока набиралась водичка я решу подняться вдоль этой горочки что тут мешки валяются вот 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 вот